Ренессанс Кредит. Российский банк потребительского кредитования, у которого 15 миллионов клиентов. Входит в топ-50 банков России по размеру чистых активов. Компания принадлежит группе «Анексим» Михаила Прохорова. Акции «Ренессанс Кредит» нет в публичном обращении, но на Мосбирже можно купить облигации компании. «Ренессанс Кредит» — это 78 отделений в 53 регионах России. Также у компании есть мобильный банк, которым пользуется миллион человек, интернет-банк с аудиторией 170 тысяч пользователей. Компания занимает 14% российского рынка целевых кредитов. Их смысл в том, что человек занимает у банка денег на покупку электроники, бытовой техники или мебели. Самый популярный продукт банка — посткредиты, которые оформляются прямо в магазине-партнере. Сумма их, как правило, ограничена 300 тысячами рублей, а срок погашения — от полугода до трех лет. Посткредиты обычно не требуют подтверждения дохода. Само собой, за каждый такой кредит банк платит комиссию магазину-партнеру. У «Ренессанс Кредита» 50 крупных партнеров, таких как «Вайлдберрис» или «Энвидео» и 25 тысяч мелких региональных. Также банк выдает нецелевые кредиты, которые могут быть потрачены на любые цели, и кредитные карты. В этих сегментах доля рынка «Ренессанс Кредита» — 1%. Банк был основан в 2000 году под названием «Альянс Инвест». Спустя три года его купила «Ренессанс Групп» и переименовала в «Ренессанс Капитал». Нынешнее название он получил в 2007. В 2016 году банк запустил сайты приложений, а в 2020 — брокерскую платформу для инвестиций в мобильном банке. Устойчивых конкурентных преимуществ у «Ренессанс Кредита» нет. Пусть сейчас у банка есть сильная позиция в секторе посткредитования, однако на длинной дистанции сильные конкуренты могут его сместить. А вот рисков у компании хватает. Первый — это снижение доходов населения, а следовательно — рост просроченной задолженности по кредитам. Второй — рост конкуренции с другими банками. А третий риск заключается в том, что офлайн-магазины могут проиграть долю рынка онлайн-конкурентам. Какая тут связь? Все просто. В случае успеха последних объем посткредитования существенно снизится. Способность банка обслуживать свой долг зависит от успешности собственной стратегии, платежеспособности россиян и уровня ключевой ставки.